Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощник от скорых невимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Несколько вопросиков пришло. Попробуем на них ответить. Пожилая женщина жалуется на то, что они с мужем давно стали друг другу почти чужими людьми. Просто живем рядом, вместе ничего не делаем, разве что пищу принимаем. Можно ли оживить отношения в преклонном возрасте? Но любви все возрасты покорны. Конечно, надо очень беречь отношения, потому что наступает такой период, когда, правда, детки вырастают, разъезжаются, работа как-то уже переходит в более спокойное русло. И, казалось бы, теряется близость, теряется контакт. Очень беречь. Идти на опережение. Для этого нужно всегда чувствовать пульс у отношений. Близость отношений зависит от доверия друг другу, от открытости и от диалога. Насколько мы научились в молодые годы, зрелые, доверять друг другу и открывать душу. Человек должен чувствовать, что он близкий, что ты ему доверяешь. Это навык, это не просто, ну, человек таким не рождается, он становится. Семья и забота о семье — это огромный труд. Труд ежедневный. Иногда до крови, иногда до боли, до каких-то глубоких переживаний. Но плоды этого труда — радость, мир, семейное счастье. Двум на земле дается возможность создать рай на земле. Он возможен, это семья. И, конечно, когда уходит вот эта близость, очень трудно ее восполнить. Но можно. Как вариант, возможно, совместное изучение веры. Но взявшись за руки, пойти на огласительные беседы и начать потихонечку вместе читать Евангелие, вместе в храм ходить. Это возможно при желании. Потому что двигателем всех процессов является желание. Где сокровище ваше, там и сердце ваше, где сердце, там и вся энергия человека. Важно, чтобы сокровищем стал Христос. Тогда он сможет вдохнуть, оживить. Он ведь и мертвых воскрешал. Ему довериться. Об этом нужно говорить. Можно говорить честно о тех отношениях, которые зашли в тупик. Нужно разговаривать. И нужно, конечно, просить горячо Бога, чтобы он свою благодать даровал в семью. Понятно, не для всех. Понятно, мужчинам сложнее. Ну, потому что он же мужик, он как будет идти за женщиной. Но женщинам Господь часто дает более живое сердце. И они интуитивно чувствуют выход из этой запущенной ситуации. И в нормальной семье ничего зазорного нет женщине доверять. Она же помощница. Бывает, глаз замылился. Бывает, сердце ожесточилось. Но если мы хотим ожить, а жизнь-то ведь она может быть еще и долгая впереди, и превращать эту жизнь в ад, одиночество, равнодушие, взаимных упреков и раздражения, но никак не стоит. Надо довериться Христу и довериться тому человеку, который идет к Богу. Тогда оживут отношения, тогда, возможно, новая жизнь. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!